Всем привет дорогие друзья, гости и подписчики моего канала Что лучше, нож или мультитул? Идея снять это видео появилась после того, как на канале GVGG4 у Николая вышло видео Что лучше выбрать начинающим, нож или мультитул? Ну и собственно я выскажу свое мнение в формате такого видео ответа Я, как и некоторые мои подписчики, заметили, что Николай упустил кое-что интересное Я думаю вы поняли, я не хочу как-то попирать мнение Николая Это его видеоблог, и он имеет право высказывать свое мнение, то как он считает, то как он думает Но давайте с некоторыми вопросами мы с вами сегодня разберемся Я бы посоветовал начинающему именно многопредметный нож с количеством айдов от 2 до 4 И сейчас я аргументирую почему Почему не мультитул? Ну просто потому что он слишком тяжелый и носить его в городе на каждый день, я думаю, не имеет смысла Возможно кто-то скажет, что мультитул ему необходим по ее работе Однако это уже не та вещь ежедневного ношения, которая каждый день с вами в городе Это рабочий инструмент, так как все-таки у нас кроме рабочих дней бывают выходные И если этот инструмент рабочий, то на выходных, соответственно, вы его не берете за ненадобностью Возможно кто-то скажет, что существуют маленькие мультитулы, такие как Гербер Дайм, Лазерман Сквирт, Лазерман Джуз Ну Лазерман Сквирт был у меня, Лазерман Джуз и Гербер Дайм у моих друзей И если честно, все эти три мультитула оказались достаточно неудобовоимого качества Поэтому я бы их не рекомендовал Почему не однопредметный складной нож? Из-за крайней ограниченности его функционала А по большому счету нож или клинок нам не так уж и часто нужен в городе Какие-то упаковки вскрывать проще за те приспособления, которые предусмотрены производителем Я думаю, что ни к чему совершать лишние телодвижения, доставая нож, открывая его и вскрывая упаковку Сейчас все гораздо проще делать с помощью того, что предусмотрено производителем на этих упаковках Другое дело, конечно, посылки и бандероли Но с другой стороны, открывать каждый день вам их вряд ли приходится Но кроме этого, на ножах многопредметных, ну на ножах Викторинакс Другие ножи мы тут и не рассматриваем Есть клинок, который для всякого рода вскрытия упаковок, посылок и прочего Подходит достаточно неплохо Кто-то скажет, что Викторинаксы достаточно толстые И они занимают место больше, чем нож Но тут я отчасти и соглашусь, так как четырехрядники это такие уже бруски Однако двух-трехрядные Викторинаксы, по большому счету, не сильно-то отличаются по толщине от обычных городских ножей По ношению, лично я ношу свой вот этот вот Explorer в городе при помощи вот такого нехитрого приспособления от Викторинакс Ну, в принципе, по большому счету, у Викторинакс есть куча чехлов самых различных Вы можете купить и без проблем носить в них нож Хотя, зачастую, я просто кидаю нож в карман У многих сейчас такое есть лютое желание носить нож на быстром доступе С возможностью быстрого излечения, открытия Но я не знаю, какой в этом смысл, что это за желание такое странное Нам, по большому счету, в городе не так уж часто нужен нож Чтобы была какая-то возможность быстро его достать, привести в рабочее состояние Таких моментов, в принципе, практически не возникает А вот это те инструменты, которые я использовал за последнюю неделю в своем городском ежедневном ноже С помощью крестовой отвертки подкрутил замок на двери А при помощи ножниц разрезал скотч, нужно было на двери наклеить бирки Я, кстати, не знаю, как бы я разрезал скотч, если бы у меня был одноклинковый нож Потому что просто ножом скотч резать достаточно неудобно Использовать клинок, как таковой, за последнюю неделю мне не приходилось Но не попадались мне такие упаковки, для открытия которых мне бы понадобился клинок В ниточке с одежды у меня тоже не вылазили Ну и, в общем-то, таковы реалии использования городского ножа без всяких вымышленных EDC задач Теперь по мультитулу Николай почему-то высказал то, что мультитул больше всего подойдет для машины Но тут я позволю себе с ними согласиться, так как основное преимущество мультитула Это то, что в компактном корпусе у нас, по сути, ящик с инструментами Что мешает машине возить нормальные инструменты? Ну, кроме тех штатных инструментов, которые есть на каждом автомобиле Я думаю, что гораздо рациональней будет купить пару отверток и пассатижи, а не мультитул Речь идет именно о достаточно дорогих и брендовых мультитулах Я не рассматриваю Ганза и им подобные И вот почему Обычный нож это клинок, рукоять, ножны Всего три элемента К тому же они неподвижны И сделать их достаточно качественно, но поэтому недорого, в принципе, не сложно В мультитуле же у нас куча самых разных элементов Плюс они подвижны И чем сложнее вещь, тем больше стоит за нее заплатить В общем, в машине вы не реализуете весь потенциал мультитула Как я уже сказал, что он заключается в том, что в небольшом, достаточно легком корпусе У вас целый ящик инструментов Да и вообще, какие-то складные ножи возить в машине, я думаю, смысла нету Так как ножи делают складными в угоду компактности, в угоду удобства ношения По всем остальным параметрам они проигрывают ножам с фиксированными клинками Поэтому я думаю, что в машине лучше всего иметь фиксиды и какие-то полноценные инструменты Многие говорят, что нож им необходим в городе для того, чтобы работать по продуктам Но, однако, друзья, вот я сколько ношу нож, у меня не возникало ни разу такой необходимости Ну, поскольку в месте приема пищи где-то на работе всегда есть ножи В ресторане есть какие-то ножи для стейков А так, чтобы вы спонтанно шли по улице, начали резать бутерброды или салат Я думаю, вы не станете так делать С другой стороны, для решения продуктовых вопросов где-то на пикнике Ну, по сути, лучшая пинеля, ничего не придумали И он, в общем-то, уделывает большинство каких-то современных складных ножей Теперь по моделям Victorinox, которые я бы хотел вам посоветовать Ну, в первую очередь, это Spartan Два гайда инструментов, две открывашки с отвертками, два клинка Штопор, шило, пинцеты, зубочистка в плашках Ну, дешево, сердито, компактно Следующий нож, который я бы посоветовал Это Victorinox Climber Тот же самый Spartan, но с ножницами Если кто-то хочет за место штопора взять крестовую отвертку То вы можете взять полностью аналогичную модель Super Tinker Но у нее за место штопора на спинке рукояти будет крестовая отвертка Далее Explorer, мой любимый, и Deluxe Tinker Ну, это уже такие более функциональные, более толстые модели Ну, и в принципе, если вам что-то из них понравится То вы также вполне можете их взять Для начинающего нажима на вопрос цены стоит очень остро В таком случае я хочу посоветовать ножи из линейки Ecoline Я не буду сейчас вдаваться в подробности слишком сильно Скажу лишь то, что накладки на них из нейлона И стоят они дешевле Например, Climber у Ксении стоит 1160 А Spartan вообще 790 рублей Ну и по большому счету, если у вас потом возникнет желание Вы всегда можете купить и поменять накладки Ну а ссылку на Ксению я оставлю вам под видео Все, что я говорю в своих видео Это только мое мнение У вас может быть свое мнение И вы можете его высказать Для этого и придуманы комментарии Ну и давайте резюмируем Multitool для города слишком тяжел И громоздк И носить его каждый день по большому счету нет смысла Одноподметный складной нож Он, конечно, красивый Им можно весело щелкать Но у него кроме клинка ничего нету Поэтому функционал для города недостаточный Ну и тут остается золотая середина Многопредметные ножи Victorinox Ну да, Victorinox Потому что особо каких-то других фирм сейчас и нету Что-то посоветовать В общем, вот так вот Я считаю, что это мнение имеет право на жизнь Опять же, в комментариях, друзья Вы мне все можете написать Я не хотел с вами видео как-то оскорбить Николая С канала GVGG4 Но я думаю, адекватные люди это поняли И я уважаю мнение Николая И с удовольствием смотрю его канал Который в представлении не нуждается В отличие от моего канала Ну просто вот высказал свое мнение А на этом я с вами прощаюсь Желаю вам всех благ, всего наилучшего Спасибо за внимание И до свидания Субтитры сделал DimaTorzok